А теперь как создать сайт-визитку. В панели управления выбираем инструменты, выбираем сайт-визитка, к нам открывается вот такая страничка. Вы можете в первую очередь придумать для своего сайта адрес, написать здесь, например, по-английски только, Игорь Черноусов. То есть теперь у моей визитки будет адрес, получить который очень просто. Нажимаю копировать URL, копирую вот этот вот URL, адрес, можно нажать открыть и посмотреть эту визитку. Вот так она сейчас выглядит. Меня все устраивает. Нажимаю закрыть и перехожу к настройке визитки. Если вы честно выполнили задание подготовительного курса, то визитка у вас уже готова. Ваша фотография загружается из настроек профиля вашего. Вот что вы загрузили в профиль на платформе. То же самое вы видите и здесь. Если хотите поменять, щелкайте на свою фотографию, выбирайте какую-то другую и она будет загружена на вашу визитку. Если хотите подкорректировать свое имя, пожалуйста, корректируйте. Вот поле для коррекции имени. Если хотите, вместо стандартного короткого предложения выберите удобный для вас способ связи, что-то еще добавить. Я, например, добавил автоворотки под ключ в подарок. То есть заманчивое предложение. Можете это подписать, но точно так же, как в статусе ВКонтакте, на нашем сайте визитки есть ограничения по количеству символов. Больше вам не дадут написать. Прописали основные настройки, что такое номер счетчика, что такое пиксель фейсбука. Я сейчас рассказывать не буду. Это будет интересовать нас на этапе настройки платной рекламы. Нажимаю кнопочку сохранить. Перехожу на кнопки. И что здесь я могу сделать? Я могу отключить кнопки, которыми я не пользуюсь. То есть теми социальными сетями, в которых я не нахожусь, видите, отключены у меня Одноклассники и Facebook, потому что кнопочки серенькие. Instagram тоже отключен. Но включено то, чем я пользуюсь. Viber, Telegram, Skype и номер телефона. Оставляем только те способы связи, через которые вы быстро отвечаете. Но, как вы видите, это в первую очередь все, что связано с мобильным телефоном. Вот только из-за того, что мобильный телефон всегда под руками. Итак, я настроил контакты. Теперь могу добавить кнопки. Вот эта серая кнопка, она может вести куда угодно. Она может вести на вашу автоворонку. Выбираю кнопки. Для этой кнопочки я могу придумать какое-то название, подобрать под нее цвет и указать ссылку. Здесь вы можете ставить свою даже реферальную ссылку. Но, правда, переводить людей сразу на регистрацию с сайта визитки, особенно в таком варианте, это крайне неправильно, потому что люди еще мало чего о вас знают и сразу под вас регистрироваться вряд ли будут. Минимальный вариант сайта визитки, в нашем случае поддерживают две кнопки. То есть я могу включить еще вторую кнопку и здесь на ней что-то еще подписать. Кнопка номер два, ссылка, цвет и так далее. Настроил, нажал сохранить. Можно менять дизайн. Дизайн это выбор фона, который загружен за сайтом визитки. Можно даже загрузить свой фон. В разделе разное можно настроить прозрачность этого фона. Я имею ввиду, будет ли просвечиваться ваш фон через белый цвет фона самой визитки. Давайте я выберу более приятный фон, в разделе разное. Вот сейчас у меня практически непрозрачный фон. Все залито белым цветом, все хорошо читается. А если я поставлю, например, 80, то я делаю его практически прозрачным. И букву, конечно, читать уже не совсем удобно. Но тут, конечно, зависит от того, какой фон вы выбираете. Но прозрачность основного фона можно менять. И нажимаем кнопочку сохранить. Теперь можно закрывать настройки вашей визитки. Вот ее адрес. Можете скопировать сразу и размещать в тех ресурсах, о которых мы с вами говорили. Такой функционал доступен всем на бесплатном тарифе. На платном тарифе. А платный тариф для изменения визитки доступен с тарифа менеджер. Это 90 рублей в месяц. Такие еще возможности по работе с визитками вы получите. Входим настроить визитку. И на платном тарифе появляется, конечно, вещь очень классная, которая называется основной текст. Основной текст это появляется еще отдельный блок. Видите? Такой большой блок. Вот первый блок. А вот это вот основной текст, в котором вы можете, благодаря абсолютно несложным действиям редактора, которым вы пользуетесь при написании домашних заданий, вставлять видео, картинки, писать текст, форматировать его. Только не забывайте нажимать на кнопочку готово. Ну и также в основной блок можно вставить форму связи с вами. Заполнив эту форму, люди будут попадать в раздел анкеты на нашей платформе. У платного варианта, когда мы делаем не просто сайт-визитку, а мы делаем сайт, и он у нас будет помещен в разделы сайты, появляется еще одна крутая возможность. Это использовать сервис 407. Подробно рассказывать о том, как настраивается платный вариант не буду, потому что большинство из вас пока на бесплатном варианте, и нам этого тарифа хватит. Но кто захочет перейти на платный вариант, из квеста Век Роста, который я прошел, который тоже вы можете пройти, но вот этот первый урок, на который нужно записываться на автовебинар, потом еще три часа идет этот сам урок, потом еще несколько дней он проверяется. Только после этого у вас появляется возможность двигаться по другим урокам, в которых нет домашних заданий. И вот урок, как создать сайт-визитку. Здесь максимально подробно сам автор платформы Век Роста рассказывает, как настраивается сайт-визитка. Посмотрите, здесь достаточно много уроков, они все достаточно подробные, ясные, понятные. Плюс здесь есть прям отдельный раздел, связанный с написанием продающих текстов, мини-курс. Тоже, если хотите, посмотрите, особенно если у вас еще не до конца оформлен профиль ваш. Возможно, ту информацию, которую вы получите, вам пригодится. Хотя я вам разместил очень хорошую книгу Виктора Орлова. Для меня Виктор Орлов это мега авторитет. Люди, которые вот в этих роликах будут вас учить писать продающие тексты, они далеко не уровня Виктора Орлова. Но поучиться, получить какие-то полезные знания можно. Возможно, какие-то уроки из этого шага, особенно с УТМ, метками, вам будут не совсем понятны. Не волнуйтесь, это на данном этапе изучения вам пока не надо. Это нам потребуется на этапе платной рекламы. Ну и тогда я вам все очень подробненько расскажу. Благодарю вас за то, что досмотрели ролик до конца. Не люблю, конечно, в своих тренингах делать ссылки на чужие, но в данном случае, с моей точки зрения, это абсолютно правильно. Потому что о ресурсе должен рассказывать его автор.